К разборке-сборке приступаем после команды. Берем за ним металлические части, автомат, ставим. Предстартовый инструктаж по разборке Калашникова и Зорница началась. Анастасия Игнатьева мечтает стать снайпером, готовится поступать в училище ВДВ. Прыгает с парашютом, стреляет из автомата, владеет приемами рукопашного боя, разбирается в воинских званиях. Этот солдатский минимум должен выполнять не только будущий курсант, но и участник Зорницы. А было время, когда Анастасия не думала об армии. Из прошлой жизни у нее остались хобби – игра на фортепиано и гитаре. Мама решила попробовать меня в этом. Я не хотела, брыкалась, и потом мне понравилось. Я шесть лет этим занимаюсь. Лучше всего получается строевая, автоматы разбираем. Ну, как бы это наши самые сильные стороны. Конечно, очень приятно сегодня в школе было увидеть, что девочки иногда побеждают мальчиков. И в разборке оружия, и в работе со средствами химической защиты. Это же показатель очень важный, что интересно всем, а не только тем, кто будет служить, не будет служить. В отряд может записаться даже первоклассник, но самые интересные задания, конечно, достаются будущим выпускникам. В прошлом году 45-я школа стала победителем городской Зорницы. Секрет успеха прост, признаются школьники – строжайшая дисциплина. Ну, можно просто идти спокойно и в нужный момент собраться, сделать, что от тебя просят, выполнить поставленную задачу. 40 тысяч самарских ребят третий год играют в Зорницу. Соревнования проходят в три этапа. Первый уровень – внутришкольный отбор в отряд. Второй – определяется лучшее районное или городское подразделение. Третий – всероссийский финал. Он проходит по традиции в начале марта. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Третий – всероссийский финал.